Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. В Челябинской области за сутки выявлено 96 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 5 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 61 324 человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску за сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Из стационаров выписано 4 человека. В Магнитогорске завершилось расследование по громкому делу Михаила Скуридина. Журналист, напомню, скончался от травмы головы после стычки с неизвестными водителями. Виновника искали два года. И вот, наконец, суд вынес приговор. Подсудимый 41-летний Магнитогорец уверен в своей невиновности. В зал суда вошел без конвоя, да и сел не на скамью подсудимых. Журналисты даже не сразу поняли, где обвиняемый. Судью Сергей Данилов слушает молча. В глазах читается только усталость. Перед приговором Данилов в очередной раз отказался признавать вину. Никакого отношения не имею. Перед потерпевшим и перед законом моя совесть чиста. И я надеюсь на справедливое решение. Преступление, в котором обвиняют жителя Магнитогорска, произошло еще два года назад, в марте 2019-го. По данным следствия, журналист местной газеты Михаил Скуридин переходил дорогу и что-то не поделил с проезжающим мимо водителем. Тот вышел из машины, ударил пешехода, а затем скрылся. Через два месяца Скуридин скончался в одной из больниц. Подозреваемого нашли только в ноябре. Следователи допросили десятки свидетелей, проверили 200 с лишним машин и посмотрели записи с 20 камер видеонаблюдения. Комментирует Евгения Баглаева, старший помощник прокурора Орджоникизовского района Магнитогорска. Данилов действуя умышленно, группа лиц с неустановленным лицом из хулиганских побуждений, применяя насилие, опасное для жизни и здоровье, нанес не менее одного удара правой рукой в левую верхнюю часть тела потерпевшего Скуридина, то есть в расположение жизненно важных органов. В результате совместных преступных действий водителя Тойоты и Данилова, потерпевший потерял равновесие, упал, ударившись об асфальт головой. Однако с выводами следствия неожиданно не согласилась потерпевшая Наталья Скуридина, жена погибшего журналиста. У меня есть большие сомнения по вине Данилова, потому что ключевое в этом деле это машина Киа Спортедж, и она до сих пор не найдена, и следствие не смогло вообще привязать Данилова к машине. Однако Фемида учла все обстоятельства дела и признала Данилова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Признать виновным в совершении преступления вреду спорта на части 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. За истечением срока давности Данилов избежит реального наказания. Правда, по приговору он должен выплатить семье погибшего журналиста миллион рублей. Но Сергей Данилов с приговором не согласен. Отмечает. Я не хочу на себе нести чужой крест, и я буду бороться до конца. Теперь Данилов намерен обжаловать приговор, на это у него есть 10 дней. В Магнитогорске разрабатывают робота космического назначения для внекорабельной деятельности. Как сообщили в пресс-службе научно-производственного объединения, которое занимается его созданием, робот будет базироваться на МКС и осуществлять работы на внешней поверхности станции. На данный момент создатели робота прорабатывают его облик, компоненты, протоколы, стыковки с МКС. Планируется, что управлять роботом смогут не только со станции, но и с земли. Для первой стадии испытаний робот будет готов в конце февраля 2022 года. Всего проект рассчитан до 2025 года. Главными задачами применения робототехнических систем в космосе является качественное изменение функций человека на околоземной орбите, освоение Луны и в последующем освоение Марса. Актуальность внедрения данных технологий обусловлена снижением риска утраты здоровья космонавтов и снижением затрат на обслуживание, отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области. Успешным примером освоения космоса роботом является Федор, тоже разработка Магнитогорского НПО. В августе 2019 года на корабле «Союз МС-14» он совершил полет в космос, завершил всю запланированную программу и благополучно вернулся на Землю. В Магнитогорске планируется выполнить благоустройство территории малого сквера «Магнит», заменят скамейки, урны и покрытие дорожек. За понравившийся тип покрытия горожане могут проголосовать на портале «Активный житель 74». Оно продлится до 25 мая. Для участия необходима авторизация на едином портале госуслуг, при этом адрес регистрации должен относиться к Магнитогорскому городскому округу. Его можно заполнить в личном кабинете пользователя. После внесения изменений необходима повторная авторизация. И о погоде на завтра. В Магнитогорске синоптики обещают 24-28 градусов тепла и безоблачную погоду. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 737 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok